Боже, услышь нас! Боже, услышь, мы напьем тебе. Ты не все знаешь, ты не все слышишь. Боже, услышь и нас! О, склонись к молитве нашей И прости, прости и нас! О, услышь, Господь и нас! Пошли, пошли, пошли свой мир! О, дай ты нам сил для борьбы Все сил за грехом пошли! Пошли, дай я, дру надену! Жду любовь, пошли! Пошли, пошли! Боже, услышь и нас! Боже, услышь, услышь нас! Хочу приветствовать вас, И. 21. 2 Как говорит Иисус – «я даю другой мир, да не смущаются сердце ваше! И да не устрашаются! Что бы ни происходило в этом мире И, братья и сестры, мы приходим к тому, чтобы нам предстать пред нашего Господа, и благодаря Его за все то, что Он соделал для нас до сего часа, до сего момента, мы будем также обращать свой взор к Нему в наших молитвах, чтобы благодаря просить Его благословения к тому, чтобы Он продолжал учить нас, наставлять нас, давал нам все то необходимое, что мы видим, что у нас недостает, чтобы, идя по этой жизненной дороге, по этом жизненном пути, мы имели все инструменты, всякое оружие, необходимое в той или другой борьбе. Каждый из нас знает, как написано, никто не знает, что в сердце человека, кроме Духа человеческого, живущего в Нем. Мы знаем, и нам предстоит пред Господа представать в молитве. Но я бы хотел немножко коснуться одного момента из жизни, когда Иисус еще находился на этой земле. Вы знаете, братья и сестры, мы люди верующие, мы верим в Бога. Но вы знаете, что Писание говорит? Что Бога никто никогда не видел и видеть не может. Как-то оно немножко становится непонятно. Но, читая Слово Божие, я вам прочитаю из, так сказать, Нагорной проповеди, из главы 5, 34 стихом. Вы помните, когда Иисус учил народ, и много Он учил, много говорил, то был Иисус, Бога-человек. Мы так верим и признаем. И вот, что Он говорил. А я говорю вам, не клянитесь вовсе ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что оно подножие ног Его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Не головой твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым и черным или черным, но да будет Слово Ваше. Да, да, нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано, мы имеем в виду в этой книге, в Ветхом Завете, зуб за зуб, око за око. А я говорю вам, не протився злому, не протився злому, есть такие вещи, с которыми трудно согласиться. Если что-то злое случается, и нам советует Иисус не противиться этому злому. Но, кто ударит тебя в правую щеку, подставь левую. Братья и сестры, я не знаю, может, вы и настолько святые, но я не знаю, подставил бы я свою левую щеку, если бы у меня ударили по правой. Иногда я думаю, Господи, как же мне приобрести эту мудрость, эту способность и эту силу, чтобы, когда ударят, подставить еще и другую и ожидать второго удара. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Думаем ли мы, братья и сестры, когда мы читаем вот такие слова из Священного Писания? И не просто слова какого-то пророка, допустим, но слова, хотя и пророк говорит Слово Божье, но это слова самого Господа нашего Иисуса Христа. Я думаю, так же переживали и те, кто слушал в то время эти слова. И кто принудит тебя идти с ним в одно поприще, иди с ним два. Прощавшему у тебя дай, и отходясь, что занять у тебя не отвращайся. Немножко поспешу читать, потому что время поджимает. И вы слышали, что сказано, люби ближнее твое и ненавидь врага твоего. А я говорю, любите врагов ваших. Опять хочу повториться. И нахожу, что, Господи, я еще должен работать и работать в моем сердце, чтобы привести себя в надлежащее состояние, чтобы тот человек, который сделал мне зло или делает, который бьет меня по правой щеке, который стоит преграду на моем пути, чтобы я его любил как брата своего, как самого себя, братья и сестры. Я не знаю, как вы, но я нахожу, что мне еще нужно, так сказать, стоять пред Господом в молитве и нуждаться в этой способности. И дальше говорит так. Добудете с сынами, А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим, доброе дело делайте тем, которые вам делают плохо. Благотворите ненавидящим и молитесь за обижающих вас и гоняющих вас о их благословении, ихней жизни. Да будете, когда вы это будете иметь в своей жизни, будете так поступать, практиковать в этой жизни, тогда только вы будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему сходить над злыми и добрыми. И посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, я и за вас скажу, братья и сестры, не только за себя, все мы любим, все мы любим любящих нас, особенно когда еще кто-то и принесет какой-то хороший подарок, подарит. Очень мы любим таких людей. Ибо если вы любите, будете любить, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытарьи? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного вы делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец наш, ваш Небесный. Есть над чем задуматься, братья и сестры. Нам предстоит молиться. И я в своей жизни прихожу к такому заключению, что и читая Слово Божие, и наблюдая за жизнью, что человеком практически это очень трудно. Может, и найдется кто-то, чтобы вести себя так, как требует Слово Божье, которое говорил Иисус Христос. Но! Но! Мы должны так же понять и другое. И Христос об этом говорил. Человекам это невозможно спасти. Но мы имеем того, который нам способствует в этом. Я хочу сказать о Третьей Личности нашего Господа, о Духе Святом. Братья и сестры, мы не должны забывать, в то время, когда Он находился там, Его ученики находили утешение и помощь в Господе Иисусе. Но пришло время, и Он говорит такие слова. Зачитаю, не буду долго. было такое время, что Он, ученики, говорил о том, что Он в Отце, что это не Он делает, но Отец. И ученики не могли понять. И Филипп однажды спрашивает, говорит, Филипп сказал Ему, Господи, покажи нам Отца. И довольна для нас Иисус сказал Ему, столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевши меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мле? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые я творю, и Он сотворит, и больше сих сотворить, потому что я к Отцу моему иду. А почему же Он больше сотворит? Он объясняет. И мы это знаем. Я просто напомню. Он дал им понять, что лучше, когда Он уйдет, потому что есть третье лицо Божества, Дух Святой, о Котором в то время еще мало знали. Пророки испытывали, пророки говорили эти слова. Но вот в основном народ еще не был знаком с этой силой Божества. И Он говорит, лучше для вас, когда я пойду, потому что Отец пошлет Утешитель же Дух Святой, Который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. братья и сестры, вот эта сила, сила Духа Святого, которую мы должны искать, единственная возможность исполнить Слово Божье и Его волю тогда, когда сила Божия, Дух Святой будет пребывать, будет творить Господнюю волю в нас, Он тогда повернет и правую щеку, Он тогда поставит себя и меня на колени, чтобы помолиться из-за врага. Но, к сожалению, братья и сестры, я уже немножко прожил, хотя, кажется, и ничего не прожил, но немножко видел эту жизнь и, к сожалению, у меня есть такое вот сомнение, хотелось бы быть неправым в этом смысле, что нам, братья и сестры, в это время, время последнее, необходимо больше уделять вниманию, чтобы пребывать в силе Духа Святого. А если мы чувствуем, как я уже напомнил, повторю, Дух человеческий знает, что внутри человека, я не могу сказать, и вы никто не можете сказать о другом. Мы сами знаем себя. Поэтому вот приходит время перед нашей молитвой, чтобы нам посмотреть на нашу жизнь, вникнуть в наши сердца, вникнуть в наши действия в этот мир, в нашу жизнь, и если мы увидим, что нам действительно недостает этой силы, способной давать нам всякую победу во всяких препятствиях, которые враг и этот мир полагают на нашем пути, путь, который ведет к жизни вечной, путь, который очень узок, на котором не растут розы, но шипы, которые не дают нам свободно и развернуться, поговорить, но дорога, которая заставляет нам смотреть вперед, чтобы не оступиться. Братья и сестры, простыми словами скажу, мы нуждаемся в Духе Святом, в силе Божьей, и каждый из нас пред этой молитвой исследуем себя и будем благодаря нашего Господа просить этой силы. Я не сторонник говорить, что как я зачитаю вам Слово Божие и будем молиться, чтобы настаивать на том, чтобы действия были те же, которые были тогда, когда она сошла на учеников во время Дня Пятидесятницы, как здесь написано так, при наступлении Дня Пятидесятницы, все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы отнесущего сильно ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющие языки, как бы огненные, и почили по каждому, по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им повещевать. Братья и сестры, это было в то время для тех учеников, для других было по-другому, для третьих по-третьему, каждый имел свой экспириенс, то есть свою, так сказать, встречу с Господом, принимая силу Духа Святого. Так же и в нашей жизни это может быть по-другому, но, братья и сестры, если Он посетить, мы будем знать, мы обязательно будем знать, нам только нужно обратить одно внимание, молиться, молиться Господу, Господи, я чувствую, мне недостает этой силы, я чувствую, что мне нужен Ты, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Если Слово говорит, никто никогда не видел и видеть не может, братья и сестры, но мы имеем этого Божества, как Христос. Филипп спрашивает, покажи нам Отца, а он говорит, вот же Он стоит, как же ты не видишь Отца? Вот Он стоит, а если ты не видишь, то посмотри на дела, которые я творю, так и в нашей жизни, тогда, когда мы будем с молитвой просить, Господь пошлет, и если кто и не доверяет мед, то дела будут показывать, что сила Божия, что сам Отец творит дела в моей жизни. Поэтому, братья и сестры, я призываю всех вас, чтобы нам вознести эту молитву к нашему Господу, и также просить Его благословения, чтобы и в дальнейшем нашем служении Бог посылал то Слово, которое бы учило, наставляло, подвязало нас к тому, чтобы доверяться этим словам, чтобы отдавать свою жизнь. Но, братья и сестры, больше всего нужно обращать внимание, есть ли та сила, Дух Святой, который проведет нас через всякие преграды. Будем молиться, склоним наши колени и будем просить благословения. Послушаю, что спасет Бог, И стыдит твоим святой, Он скажет мир вольным сердцам, Он милостит к нам, грешника. Господа, милость верит к нам, Тодрисом к боящимся спасения Его, Что мне обидалось, Слово Его на всей земле. Милость и миссия нам встретятся, Правда и мир облазаются. Плако мне приближаться к Господу, Предыдать по сердцам и храме Его, Сестье мое, говорим о Тебя, Ищите лица моего лица, Господа. Буду я искать, Господа искать, Буду я искать каждый день. Ищите лица, Господа искать, Буду я искать каждый день. Ищите лица, Господа искать, Буду я искать каждый день. Тут же лица, Господа искать, Буду я искать каждый день. Испытай сердца наши И направь, чтобы наши На путь вечный И сегодня братья напоминали для нас И я хочу, как бы, они сделали и вступление, и помощь для моей проповеди Я хочу поделиться о домостроительстве И не так о домостроительстве, как о тайне И в этом участвует Бог В этом участвует Иисус Христос И в этом участвует Дух Святой А также в этом участвуем и все мы И поэтому мы благодарны и тем, которые Библию написали Которые ноты написали Поющим, исполняющим, проповедникам И слушающим Потому что все это есть домостроительство тайны Божьей Почему тайны? У меня, как бы, это... Мы привыкли читать, вот, Новый Завет, Евангелие И делимся друг с другом Но апостол Павел Вот на эти места, которые я буду, значит, приводить Он пишет, что это тайна И получается так даже, что можно было бы Где Евангелие пишется, или Новый Завет Как бы это тайна, которую Бог открыл в Новом Завете Вот это все Я думаю, у каждого, ну, кто-то, я смотрю, вот, дети, которые, они малые У них есть, они, значит, раскрывают свои тайны Что-то шептут на ухо Значит, ну, сестры постарше тайны И у каждого своя тайна И старые сестры тоже в них есть своя тайна Иногда тайну как-то кто-то перехватит Переслышит как-то, кто говорит Иногда сами расскажут как-то нечаянно Иногда, значит, долго таится тайна Бывает между странами, там, кого-то специально, значит, кто-то открывает Но Божьей тайны Никто к нему не мог не заслать ни шпиона Не услышать Вот, он только сам мог вот свою тайну открыть Слава нашему Господу И Откроем Ефесянам Третья глава Со второго стиха Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей данной мне для вас Потому что мне через откровение возвещена тайна О чем я выше писал кратко Как я и напомнил Домостроительство, оно в себя очень много включает Вот Но я хотел бы Именно напомнить, как бы, что оно До определенного времени являлось тайной Тайной Это Можно сказать В английском языке, я не знаю, как там написано В третьем стихе Значит Ну, это мистери То есть, она не просто такой секрет Что? Но он еще более какое-то, что-то загадочное В оригинале В оригинале Слово тайна, которое употребляется Оно Означает Как бы Положение, в котором Род закрыт Значит Никакого Ничто Никому не Не разглашается То вы, читая Можете усмотреть Мое разумение тайны Христовой То есть Конечно Мы друг к другу стараемся поделиться Что мы узнаем Как я в этом желаю с вами поделиться Каждый из нас Читая Дома Читая Здесь И в своей Библии Читая Можете уразуметь Мое разумение тайны Христовой Дальше Он напоминает Что эта тайна Она Не была Не была возвещена Которая не была возвещена Прежним поколением Сынов человеческих Как ныне Открыта Святым апостолом Его И пророком Духом Святым Чтоб И язычникам Быть Сонаследниками Составляющими Одно тело И сопричастниками Обетования Его Во Христе Иисусе Посредством Благовествования Причастники Соучастники Обетования Во Христе Иисусе Посредством Благовествования Бог Открылся Из Иисуса Христа И Духом Святым И апостолом И Благовествования То есть Вот в этом Домостроительстве Оно Почему Она является Тайной Потому что В Ветхом Завете Вот это Все Передавалось Как бы Наследство Только Родословное И поэтому Даже Когда Новый Завет Начинается Он начинается С родословной Но потом Оно переходит В откровение Вот этого И здесь Мы видим Как Отец И Сын И Дух Святой И благовестники И служителя Значит и апостолы Оно Все раскрывается Как оно Раскрыто В Новом Завете Не так Как оно было Устройство В Старом Завете Которого Служителем Сделался я Подару Благодати Божией Данной мне Судействием Силы Его Мне наименьшему Из всех Святых Дана Благодать Сия Благовествовать Язычникам Неисследимое Богатство Христово И открыть Всем В чем Состоит Домостроительство Тайны Мистери Там написано Значительное Мистери Домостроительство Тайны Сокрывшееся От вечности В Боге Созданном Всем Все Создавшим Все Иисусом Христом Дабы Ныне Соделалось Известною Через Церковь Через Церковь Начальством И властям На небесах Многоразличная Примудрость Божия Брат Федор Говорил Что Значит Ну я думаю Он сказал Так Как и мы Можем Рассуждать Мы читаем Слово Божие Мы знаем Своё состояние Мы наблюдаем За нашими Видим Значит Наших ближних Наших дальних И так же Новости Новости От христиан И иногда Это нас Ободрает Что есть Такие Значит Преданные Господу Люди Что Они Являются Примером И ободрением Для нас Ну а есть Конечно И разочарование И вот Это Очень интересный Стих И Тут В этом стихе Тоже Еще есть Тайна Которую Нам трудно Рассказать Но мы можем Чуть-чуть Коснуться Дабы Ныне Соделалась Известною Через Церковь Через Церковь Вот это Тайна Которую Господь Если бы Мы Делаем Вот эту Тайну Известною Не только Когда мы Находимся Здесь Для себя Ну И так же За пределами Вот этого Дома Потому что Здесь Мы Только Как бы Ободраем Молимся А дальше Мы Тоже являемся Церковью Господа Мы Когда мы Заключили Завет Господом Мы являемся Церковью И за нами Тоже кто-то Наблюдает Но Здесь Интересно Что Не на земле Наблюдают За нами Начальством И властям На И властям На небесах Конечно Это От нас Как бы Сокрыто И Я помню Как то Ну Я считаю Я принял Когда брат Проповедовал Она Была Эта проповедь Как бы Ну Хорошо проповедовал Но Дальше Когда я Вот это Читал И напомнились Мне слова Я вспомнил Я понял Что значит Как бы Он Не совсем Точно Сказал Когда Бог Вот этот План Совершал Он сказал Бог подумал Ну Пошлю Ангела Ну Ангела Замало Он перечислил Херувима Серафима Но Если Посмотреть Писание Если Посмотреть Писание В Ефесянам В этой же Главе В Ефесянам В этой же Книге Первая Глава Четвертый Стих Так как Он избрал Нас В нем Прежде Создание Мира Чтобы Мы Были Святы И Непорочны Пред Ним Любви То есть Мы Иногда Как бы В наших Размышлениях Можем Немного Не Разумея Конечно Таин Господних В наших Размышлях Размышлениях Так мы Видим Что Христос Бог Отец Он Не Колебался Потому Что Он Знал И Когда Вся Книга Еврея Мы Сделаем Разбор Там Пишется О том Насколько Служение Иисуса Христа Славнее Моисееву Ангелову Потому Что Бог Так Уготовил И Сделал Чтобы Это Спасение Оно Было Совершено Через Иисуса Христа И Вот Для нас Оно Неизвестно Но Оказывается Что На Небесах Есть Начальство И Власти И Которые Этим Интересуются Среди Ангелов Или Кого Это Я не Буду Даже Так Как Оно Есть Так Оно Останется Пусть Будет Много Различная Премудрость Божия Еще Одно Место Это Апостола Петра В первом Послании Есть Тоже Так Написано О том Что Так Же Значит На Небесах Интересуется Вот Этим Спасением Девятый Стих Первая Глава Первое Послание Петра Первая Глава Девятый Стих Достигая Наконец Верою Вашею Спасению Душ Здесь Пишется О том Что он Пишет И как бы Подключает Суммирует К всему То Спасению Которое Написывает Относились Изыскания И исследования Пророков Которые Предсказывали О назначенной Нам благодати Исследуя На Которое И на Какое Время Указывал Сущий В них Дух Христов Когда Он Предвозвещал Христовы Страдания И Последующему За ними Славу Им Открыто Было Что не Им Самим А нам Служило То Что Было Проповедано Вам Благовествовавшими Духом Святым То То есть Мы Видим Что Пророки Они Исследовали Они Как бы Видели Они Знали Что Если Будут Предсказываются Христовы Страдания Что Будет Какое То Спасение Но Они Разумели Что Это Относится Не К ним Для Их Тоже Это Было Как Бы Оно И Откровение Было И Было Сокрыто Как Оно Это Оно Все Произойдет Дальше Окончание Вот Этого Стиха 12 Проповедано Вам Благовествовавшими Духом Святым Посланным С небес Вот Что Желают Принікнуть Ангели Здесь Это Интересное Слово Вот Что Желают Принікнуть Ангели В Новом Переводе Русского Языка Русской Библии Там Написано Уже Проникнуть Вот И Я пошел И посмотрел Вот это Слово И Оказывается Оно И Принікнуть И Проникнуть Означает Почему Потому Что Оно Означает Заглядывать Присматриваться И По-английски Lean Over То есть Если я Что-то Какая-то Здесь Стена Чуть Такого Нужно Lean Over К стене И Чтобы Как-то Узнать Что Прислушаться То есть Проникать С такой Целью Чтобы Проникнуть Чтобы Узнать Что-то Там Вот Так что Оно Написано Проникнуть Но Тайна Тайна И Они Так же Желают Проникнуть И Вот Эта Тайна Она Делается Известную Для Через На Небесах Возвращаясь Благодать Означает Вот Это Домо Строительство Оно Конечно Наше Слово Которое Ну Не Полностью Может Вместить Вот Это Описание Потому Что Оно Начинается От Иисуса Христа Первого Пришествия И Будет Заканчиваться Вторым Пришествием И Вот Это Оно Все Домо Строительство Я думаю Мы Разумеем Что Мы Дом Не Строим Но Мы Строим Вот Церковь Господня Господь Создал Церковь И Вот Это Создание Церковь Это Спасение Народа Языческое Озается Вот Этим Домо Строительством И Это Является Тайной Которая Была Сокрита Второе В девятом Стихе Домо Строительство Оно Другое Слово И оно Знакомое Для нас З греческого Оно Кайнония То есть Канон А канон Английском Там написано В одном из Переводов Не просто Домо Строительство А Fellowship То есть Оно Означает Канон Означает Оно Взаимосвязано То есть Книги Которые Вошли В канон Библии Они являются Взаимосвязанными И вот Это Домо Строительство Тайны Что оно Все Не просто Так Оно Само Возникает Но оно Все Взаимосвязано Какое Оно Является Связью Большой И Поэтому Вот Это Домо Строительство Оно Является Для нас Вот Такое Большим Откровением И я Думаю Что Когда Дальше Обращаюсь Назад К тому Примеру Когда Значит Дети Одна Подружка Подружки Рассказывает Секрет Знаете С какой Целью Ну Рассказать Это одно Оно Интересно А с другой Целью Что Хочет С ней Подружиться И когда Так же И люди Взрослые Мы Когда Рассказываем Секрет Мы Как бы Добираем Друг Другу Мы Ну Дружимся Может Что-то Там На Большой Сел Значит Поехали Давай Вместе Купим Я думаю Целью Бога Он Показал Не просто Какую Дружбу Для нас Но Выразил Свою Любовь Которую Он Совершил Посредством Того Что Сначала Он дал Закон Народу Израильскому А затем И присоединил Народ Языческий И Конечно О домостроительстве Мы Говорим И это В основном Наши служения Об этом Уходят И Много В этом Связано Но Я думаю Что Хотел бы Чтобы мы Поняли Насколько Мы Благословенны И Насколько Нас Бог Считает Считается С нами Считается С народом Языческим Считается С людьми Что Он Не хочет Чтобы Никто Не Погиб Но Именно Открыл Вот Эту Тайну И Вот Эту Тайну Мы Имеем И Мы Так Ж Чтобы Мы Вот Эту Тайну Передавали Другим И Заключение Прочитаю Из Первого Тимофея Из Третьей Главы С Шестнадцатого Стиха И Беспрокословно Великое Благочестие Тайна Бог Явился Во плоти Брат сегодня Здесь стоял И показывал И Как бы Пример давал Покажи Тогда ученики Задавали То покажи нам Отца И Довольно Но Именно Это уже было Что Бог Явил Себя Во Плоти И Я как бы Говорю И напоминаю Еще Что В наше время В наше время Когда Вже Особенно Наука Достигает Высокого Уровня Вже Есть такое Достижение Особенно Молодежь Знают Как Ученые Могут Создать Какой-то Из Одной Клетки Значит Живой Организм Клоунин Называется Вот И Поэтому Для Тех Поколений Наших Христиан Наших Правцев У них Нужно Было Больше Веры Не Зная Ничего Этого Чтобы В это Поверить Что Христос Родился От Девы Марии Для Нас Разумея Это Что Как бы Человеку Много Достигает Бог Дает Мудрости Такое Сделать Тем более Богу Это Оно Очень И Очень Хотя По вере Оно Всегда Было Возможно Но нам Я просто Верю Что нам Легче Верить Что Бог Явился Во Плоте Оправдал Себя В духе Было Время Когда Иоанн Креститель Он Задал Вопрос Ты Ли Тот Или Ожидать Другого Христос Сказал Так же Что ему Скажите Что Значит Об Исцелениях О чудесах О благословениях Которые Получает Народ Народ Мы видим Что так же Народ Израильский Его Признал За За Пророка И даже Самаранка Она Сначала Говорит Вижу Пророк Ты А потом Говорит Идите Посмотрите Не этот ли Мессия Она Помнила То и то И она Помнила Что Может Что они Знали О Мессии Что он Должен Прийти И он Оправдал Себя В духе Показал Себя Ангелом Я думаю Ну как то Я не могу сказать Но Это было Одно из первых Что Когда Ангелы Возможно Увидели Когда Которые Значит Был вот этот Хор Когда Христос Родился Когда Они возвестили Пастухам И дальше Я думаю Показывал И так Что Вот эта Тайна Которая Была Сокрыта И она И ангелам Открыта Проповедан В народах Мы видим Что Вот это Все Домостроительство Благодати Божией Когда Оно Началось Даже Тогда Когда Ну Апостол Павел Писал То он Ну Дошел Там От Иерусалима Ну Еще Там В Турцию Дошел Вот эти Страны Небольшие Страны Но Мы видим Что Вот это Слово Господне Оно Должно Охватить Всю Землю Он Проповедан В народах И апостол Павел Я думаю В веру И написал Что Проповедан Народ Знает Что Оно Будет В лицу Земли Принят Верою В мире Ну Конечно Я не знаю Может Возможно Нету Такой Страны Чтобы Не было Где-то Вообще Не было Ни одного Христианина Я вообще-то Не исследовал Но Это Мое Такое Мнение Я так Предполагаю Я думаю Можно с большой Вероятностью Предположить Что Принят Верою В мире Есть люди Которые Не слышали Но Трудно Подумать Что Есть такая Страна Которая Не слышала Об Иисусе Христе Вознесся Во славе Я думаю Это Особенно Для Христиан Для Нас Очень Большая Радость Почему И Большая Надежда И Большое Вдохновение Потому Что Люди Которые Верят Своим Богам Они Идут На Их Кладбище На Их Где Могила Их И они Там Их Вспоминают А мы Знаем Что Христос Вознесся Во славе Обещал И для нас Жизнь Вечную Слава Нашему Господу И поэтому Имея Вот То Что Мы Имеем Имея Вот Это Благо Словенное Евангелие Которое Оно Даже Ангелы Старались Вот Это И Стараются Я думаю Уже Они Знают И Возможно Все И не Знают Покуда Все Не Сотворится Это Не Мое Как Не Могу Сказать С точностью Но То Что Мы Знаем Что Это Великая Тайна Она Была Сокрыта И Она Открыта Для Нас И Мы Я думаю Должны Ею Воспользоваться Так же Когда Кто-то В простой Жизни Если Кто-то Откроет Секрет Где-то Большой Дил Он Скорее По телефону Друг И едут И этим Воспользуются Так же И для Нас Чтобы Мы Не Думали Потому Что Придет Время Придет Время И Для Зычников Двер Спасения Закроется Поэтому Имея Вот это Слово Господне Которое Нас Наставляет Вразумляет И вдохновляет Напоминает Для нас Чтобы То Спасение Которое Мы Имеем Чтобы Значит И Со страхом Совершать Своё Спасение А Господу Пусть За всё Будет Слава Аминь В радостный День Воскресенья Мы Просумляем Творца Разная Песня Маленья Радует Наши Сердца Славь И Вы Всем Благов Славь Воскресный Синь День Он Подал Жертву Нам Синам Так Он Бесс Мир Ваш Любит Славь Спасителя Братья Он По Синь Из-за Нас Не По Делам И Заслугам Но Из-любли Он Господь Песня Калетия Рад Разная Пас Синь Нас Бог Синь Нас Нас Я Нас Синь Нас Нас Я Синь Благов Слово исполнилось и ступит. Камень шамиром отвергнул, Нам он тогда, но навсегда. Десять долганья спасения, Волгой любви и добра. День этот чудный спаситель, Церковь свою основал. Светю своею победу, Нас светю Богу подержал. О, посмотрите, земля, Бога, мы видим везде. Небо, земля и сердила, Так говорят о Творце. Песня поменения, Пресня плавания, Господь, День воскресенья, День воскресенья, Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» И я думаю, что это действительно, как брат закончил свою мысль, брат Федор, что действительно без силы Святого Духа нам не справиться нашим разумом в той или иной ситуации, когда нам надо, дорогие друзья, вот исполнить это немногое, которое нам Бог оставил, эти немногие заповеди из Его Слова. Но, дорогие друзья, без силы Святого Духа, без Его помазания нам не устоят той или иной ситуации. Очень важная мысль сегодняшнего воскресного служения. И я думаю, что Дух Святой мне дал. Я говорю, пожалуйста, пожалуйста, ты можешь проверить. Ты можешь проверить. И что вы думаете? Да, у меня там что-то в моем сердце творилось. Такое, эта борьба все равно продолжалась. Я признаюсь перед вами. Но Он не дал эту мысль. А что вы думаете? Он был выпивший. Он был окруженный такими же самыми друзьями. Ему было то же самое стыдно. Но Он, я видел на нем, что Он пожалел, что Он сказал такое слово. Он находился в сильнейшей борьбе. Ударить или не ударить? И так проходит десяток секунд. Там это самое, все в оцепенении. Как наша христианская группа молодежи, так и ихняя. Они все смотрят на Него, они все переживают, сердце стучит неровно у каждого из них. То же самое и я. И что вы думаете? Он меня ударил? Нет. Он меня не ударил. Братья и сестры, почему тогда происходили эти конфликты на моих наслужениях, когда я слушал Слово Божие, когда я слушал это местное совершенное описание? Враг душ человеческих. Он не желал, чтобы я находился в присутствии Его Слова. Дорогие мои друзья, Он не желал, и Он сегодня не желает, особенно над теми, которые знают цену себе, находящиеся в нашем зале. Если вы знаете себе цену, мне рассказывали буквально на днях, когда нашу молодежь пригласили на такую евангелизацию города, Рескомишин, и Бог положил им на сердце, вот, не просто так, просто петь, просто проповедовать. Бог им еще положил на сердце, чтобы чем-то завлекать. Людей, чтобы побольше собиралось, и они распределились. Один завлекает, а там группа к тем, которые возле ихнего столика, они имеют эти беседы, они имеют, вот именно сеют это живое Слово Господа Иисуса. И чем же завлекали? Посадили одного, вот я не называю его имени, молодежь это знает, посадили, чтобы он предлагал бороться рукой. И посадили не самого-самого такой, который бы внушал доверие, что он может побороть, вот, и вот он, ну, это самое, и вот идут, знаете, а он зазывает, а он зазывает, давай поборемся, давай поборемся на руку. И люди, особенно качки, идут и смотрят, такой сидит, да почему бы не побороться? А как раз садятся с ними, он так, ну, раз, и положил. Вы знаете, говорят, они рассказывают, это они рассказывают, которые видели со стороны, что, знаете, так с девчонкой, особенно, такая ненависть, после того, когда этот, не накачанный, он взял и так легко его, раз, и положил. И, говорит, столько народа вокруг, и столько работы было, чтобы донести эту божественную истину, возлюбленный Господом. Сегодня этот месседж утреннего нашего служения, Бог говорит моему и твоему сердцу, есть нечто, есть моменты в нашей жизни, которые действительно, Бог, Бог, дорогие друзья, нам не запрещает. И вообще, вообще, если мы читаем Священное Писание, возлюбленные, вот, Слово Божие, что все мне позволительно, вы знаете, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Дорогие возлюбленные, давайте откроем место Священное Писание Екклезиаста, 11 глава, говорящая в основном для молодежи из 9 стиха. Веселись, юноша, в юности твоей, и, да, укушая сердце твою радость сегодня юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и поведению очей твоих, только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Это Бог приведет тебя на суд, относится не только молодые. Да, обращение было в этой заключительной главе Екклезиаста, дорогие возлюбленные, что? Бог позволяет. Бог наш и есть Бог просто, вот, сотворивший нас, вот этими роботиками, или просто, чтобы он, ну, вот двигая, хочется сделать что-то плохое, и вдруг я раз и почувствовал, внутренне и вообще почувствовал во всем своем теле, в своем разуме, что-то меня держит. Да, бывают такие моменты, но не всегда, практически не всегда ни ангелы не являются пред тем, чтобы сделать что-то там, найти, греховное что-либо, сделать какой-то грех, не являются ангелы, голосов мы не слышим. Очень часто такое происходит в нашей жизни. Возлюбленные на самом деле это так. Первые сотворенные Адам и Ева, когда они стали перед этим выбором, возможно, Ева и думала, что что-то произойдет в момент, но этого не происходило. Вначале смотрела, а затем подошла, а затем сорвала этот запретный плод, а потом начала есть, а потом дала своему мужу и возможно прислушивалась, возможно оглядывалась. не знаем, что происходило в ее сердце, но возлюбленные заметьте, Бог на самом деле Он Бог, Который не запрещает тебе и мне. Наш Бог, Он хочет нашего добровольного служения, нашего служения, которое было бы от всего нашего сердца. Богу так нравится, когда дети поднимаются в служение и они проверяя свое сердце, хочется ли или не хочется мне идти в служение, они чувствуя, что не хочется, они беседуют с своим сердцем и говорят до сегодня я не чувствую этого сильного желания, но я верю Богу, но я верю Его Слову, и я вот сейчас при всем моем нежелании, я вот сейчас все равно поднимусь с моей кровати, я вот сейчас начну умываться, я вот сейчас буду стараться понести не только свое тело, но и теле моем, мою бессмертную душу, чтобы напитать мне мою душу от Его божественного стола, этих божественных яств, и, мои дорогие друзья, и Бог обязательно благословляет таковых, в моменты, когда вы станете перед проблемой, в моменты, когда вы станете перед каким-то испытанием, Он даст вам, что Он реальный Господь, что Он защищает тех, которые упывают, даже при нежелании они находят в себе силы побеседовать с душою своей и исполнить то, чего хочет Господь. Да, я хвалюсь моим Господом, я хвалюсь Духом Святым, что Он давал и столько таких моментов, и столько таких моментов, мои дорогие друзья, я уже перечислял и мог и перечислять у вас до армии. У меня происходила эта борьба. Я должен был просто брать себя в руки, заставлять себя не делать то или другое по той причине, и что этого это были конфликты моей внутренности. Мои дорогие друзья, последний конфликт, когда меня Бог научил доверяться не своим физическим способностям, а доверяться Господу, это было, когда просто пришло человек около 50 Казахстан, кто знает, яйцо варится в песке, такая сильная жара. И я со своим взводом, я командовал этим взводом, дорогие друзья, на девятиэтажном доме кроем крышу смола, и они заходят, эти молодые парни, эти, которые недовольны моим командованием, то есть у меня было такое, что я работал и всех заставлял тоже работать, они не желали этого, они не хотели работать, особенно грузины, осетины, армяне, они мне показывали, что есть вот мусульмане, вот они их называли чурками, вот чурки пусть и работают, и это все давление было на меня, как на начальника, я же говорил, я им открывал священное писание, а уже его мог уже не прятать, как это было первые годы моей службы, вы называете себя христианами, и я называю, вот моя и ваша Библия говорит, что нельзя, у Бога нет любимчиков, все люди созданные по Его образу и подобию Его, поэтому я не потому поступаю так, что я хочу показать, что я начальник, и я вас заставлю работать, нет, я поступаю потому, что Бог так говорит, что вы думаете, они мне поставили ультиматум, или ты соглашаешься и больше нас не заставляешь, или ты просто поскользнулся на смоле и упал с этого девятиэтажного дома, еще раз превознушу Духа Святого и Его Слово, именно Дух Святой, который меня в то время уже был крещеный, Он принес мне эту мысль, а ну проверь, и пришло мне слово, касающийся вас, касается зеницы ока Божьего, и я им говорю, ребята, пожалуйста, вы со мной можете делать, что хотите, вас много, вы можете сделать это, но моя Библия и ваша Библия, она говорит, они православные в основном, она говорит, что касающийся вас, касается зеницы ока Божьего, так вот, если вы сделаете мне зло, я не даю вам на основании священного писания, что вы тоже сойдете на низ нормально, как люди, я не даю вам гарантию, даже если вы сойдете, что ваш дембель, это было в солдат, ценное дембель, это что-то было святое, и не перед этим благовели, они этого момента, что он тоже будет благополучный, и что вы думаете, тоже результат, не заметил прийти, друзья дорогие, один за другим, начиная из самых смелых, которые заявляли мне, начали покидать, с этого дня, мы начали петь с ними, читать Слово Божие, они зачастую найдут где-то гитару, и просили меня петь, давай спой дембель, спе наши песни, дембельские, которые говорили о доме, домой, о Боже, я хочу домой, 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 помните, такой псалом, они называли это дембельский псалом, возлюбленная молодежь, любящая Господа, Бог, наш Бог, чудесный Бог, слава Ему, не заставляет Он, чтобы я силой тянул своих детей на собрание, это ненормально, Бог, наш Бог, который хочет, чтобы мы действительно от глубины нашего сердца служили Ему, именно когда служение происходит на этом уровне, ты будешь счастлив, ты будешь счастлива, но несчастное христианство, когда тебя заставляют, когда тебя заставляют в воскресной школе, когда тебя заставляют на Bible School, когда тебя заставляют где-то что-то сделать в церкви, и ты это делаешь с великой неохотой, это самое несчастное христианство, какое только может быть на этой земле, самое благословенное состояние, это тогда, когда, дорогие друзья, мы делаем все, любя нашего Господа Иисуса, любя Его Слово, любя Духа Святого, любя и уважая Того, Которого, Который позвал нас, Который пришел и умер за нас на Голгофском кресте. Я не знаю, что происходило, возлюбленные в сердце Даниил, простите, Самсона. Это был молодой человек со всеми чувствами, со всеми желаниями юношей. Все, что происходит в тебе, бурлит, в тебе, происходило и в нем. Да, он прекрасно знал, да, он прекрасно был наставлен отцом и матерью. Неоднократно я уверен, как твой отец и твоя мать тебе рассказывала, что вы, они переживали в жизни, многие чудеса ты знаешь из жизни твоей родителей знал и Самсон, как Бог явился родителям. в начале матери, а затем и отец искренне помолился и ему явился, чтобы наставил, как, что делать с этим должно родившимся, потому что это должен быть святой, Божий. Я не знаю, дорогие друзья, что происходило в его сердце, когда он впервые захотел проверить Бога и увидел этого льва, а там рой пчелины. Эта сладость многим так нравится, она нравилась и Самсону, и в те времена великим мужьям, женам Божьим, как Еве. Многое нам хочется, но первое место, которое мы читали, знай, только знай. При всем нашем хотении, при всем нашем желании, при всяком нашем испытании, которое может постигать нас в нашей жизни молодости или, или в средних годах, или в старости, знать, священное Писание говорит твоему ему сердцу, что за всякое дело Бог приведет нас на суд. И так оглянулся он, родители чем-то заняты Самсон, да, и потянулась рука, и забрал, я не знаю, я не знаю, например, вот я бы на такое исключение вообще не смог бы, я страшно боюсь пчел. Кто-то мне когда-то сказал, вот, что очень полезно для человека, если его укусит две пчелы. На год это достаточного этого противоядия тебе побеждать всякого рода болезни. Вы знаете, я, я этой мыслью был наполнен. Ага, выхожу во двор, на свое прапорти цветочков много, и вижу пчелы. Пчелы летают, ну, думаю, две, это же не много, две, чтобы мне на год хватило. Я начал, снял свою обувь, вот, ну, и подошел, поднял свою ногу, держу, держу, держу ее. И что вы думаете? Не смог опустить. А знаю, разумом знаю, что умный какой-то сказал, что достаточно две пчелы, чтобы гриб тебе не брал, чтобы то, другое, пятое, десятое. И вот не могу. А этот прямо, ну, в улей полез, достал оттуда мед, наелся сам и родителям предложил. Что творилось в его сердце, зная, что он на заре Божий, что не должно прикасаться ему к этой мертвичине? Что творилось? Не знаю. Ни ангела, ни грома с неба. И сила попой, я думаю, что была в нем. Волосы как росли, так и росли. Что-то, дорогие друзья, незаметно для нас происходит. И именно Бог дарует нам эти служения, чтобы возлюбленные и на этих примерах Священного Писания о благословием наш Господь, который не скрывал ни плохого, ни самого плохого, и не стыдился, и не стыдится, что и святые подвергнуты этому испытанию, исполнены даже от чрева Матери Духа Святого, подвержены мы испытанию. И за мною, и за тобою, у каждого из нас есть силы Богом дарованные. Если Он нас позвал из тьмы в чудный свой свет, то Он и дарует мне и тебе эту силу, чтобы противостоять злу. Тебе хочется, тебе, нравится твоим глазам, но тебя тянет, как этого Самсона, к этому сладкому. Но Бог хочет, Бог хочет, чтобы ты со своей стороны вот это немногое твое, которое даровано от Его божественной милости употребил и сказал нет или сказала нет всякому искушению. Считаешь ты себя тинейджер или уже молодой или у пожилом возрасте, но они постигают тебя эти испытания. Знай, что Бог не желает, чтобы был ты и я в числе побежденных. Со стороны Бога нам даровано все потребное. Он не замедлит. Я могу перечислять до утра эти примеры своей личной жизни. Поставьте любого моего брата, любую из вас, множество у нас этих примеров. Слава Иисусу, которые нам говорят, что Он Он не замедлил. Он не замедлил. Дорогие возлюбленные, и сегодня этот сильнейший месседж, который постоянно светится на наших экранах, говорит моему и вашему сердцу, есть этот незаметный телефон, через который ты можешь воззвать к твоему Творцу, именно тогда, когда эта борьба между плотью и духом настигает тебя, и что победит? В момент этот воскликни, пусть не закричи в испытании, а просто так внутренне, как я когда-то первый из своих примеров привел. Хотелось, все равно был молодой, чтобы сзади увидели наши братья, наша молодежь, чтобы эти тоже не заметили, и они не заметили, кроме той силы, которая происходила, борьба, которая происходила между всемогущим Богом и ихними бессмертными душами. Я внутренне только воззвал Господу. Воззови ко мне. Сегодня высвечивается время от времени это место твоему и моему сердцу. И последнее, и мы будем молиться нашему Господу, заканчивается эта священная книга Библия, 66-я книга Библии, последняя глава, книга Откровения. Говорит так Бог твоему и моему сердцу. Это возвестил ангел. Если вы читаете ее, вот это место, то вы знаете. Иоанну сказал Господь, не запечатывай слово, это 10-й стих, я читаю, 22-й книги Откровения. И сказал мне, не запечатывай слово пророчества книги этой, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. вот иду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Слава нашему Богу! Благословенно его святое имя! Именно такого Бога имеешь ты и я. Нет ненарисованного, слава Богу, ни из камня, ни из золота, а живого Бога. Имеешь ли экспиренс уже это слово не только к взрослым, к молодежи, но и детям? Имеешь ли какие-то уже переживания личные, что Бог слышит тебя? Этому юноше Давиду, которому не подходила эта одежда, у него были эти личные переживания, личные встречи с всемогущим и сильным Богом, чтобы противостоять Ему в Его полной силе, когда Он придет тебе на твое испытание, мой брат и сестра. Надо, надо с самого детства, дорогая молодежь, детки, с самого детства Бог поощряет искать Его, как искал Его Давид. Бог поощряет к этому нас, чтобы наше христианство, оно было благословенным, чтобы, дорогие друзья, где бы мы не прославляли Его имя, не возвышали Его истины, Он приходил к нам, Он умудрял нас, и я уверен, мои дорогие друзья, что именно когда мы в команде кто-то борется, а кто-то возвышает истину Божью тем, которые пришли, которые интересуются всемогущим Богом, твоим истинным, настоящим христианством, дорогие друзья, придет время, я уверен, Бог не я, Бог не ты, у Него воздаяние и первое место, и второе место говорит, что Он каждому даст по труду Его. Обязательно найдешь свою награду или же осуждение, если ничего не делаешь, если просто идешь на служение и заставляешь себя, заставлял или заставлял себя в детстве и заставляешь себя идти, оторваться от теплой кровати своей или выйти на этот мороз и идти на служение, обязательно приближается этот день, день, который говорит Господь, что время близко, 10 стих еще раз повторяем, неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, вот такой характер моего и твоего создателя, вот потому-то и не являет он ангелом, когда ты что-то делаешь, а может уже это покрыто много лет тайной, и пока еще не разоблачили тебя в этом. Нет. И возможно не разоблачат, но сегодня вот таком собрании Бог говорит твоему ему ему сердцу, измени пути твои, хождение твое, служение твое твоему Богу, чтобы в день, когда я приду, я перед всем миром почтил тебя, прославил тебя, мой брат и сестра теми наградами, которыми он хочет тебя прославить. А ведь все даровано, все даровано, и у Бога нет любимчиков, просто у Него есть победители, и те просто, которые инертно живут, чтобы жить, инертно служат, чтобы служить, чтобы ничего не сказали, чтобы замечания не сделали, не этого хочет Господь. Поэтому мы снова идем к молитве, дорогие друзья, мы снова идем, чтобы пообщаться с нашим Господом. Сегодня это слово звучало в твоем и мое сердце, как от первого проповедника, так через эти песнопения, короли или наших дорогих певцов, левитов, манюсеньких и уже созревших для славы Господа настолько, сколько это можно. Хвала Иисусу! Он говорил твоему ему сердцу, Он поощрял нас, что у Бога будет воздаяние, у Бога будет воздаяние. Что ж, давайте искренне поговорим с Ним в этой молитве, расскажем Ему, что тревожит или тревожило на протяжении этого утрешнего сегодня служения твою и мою бессмертную душу. Будем молиться! Субтитры